Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Во-первых, я должна поблагодарить организаторов Конгресса за возможность выступить перед вами. Я, конечно, должна и хочу сказать теплые слова в адрес профессора Гершановича Михайловича, с которым мне, к сожалению, в силу географической удаленности не пришлось общаться тесно. Но, мне кажется, каждый из нас может сказать, что его имя, его авторитет, он витает в воздухе. И в этом смысле, наверное, мы можем все называть себя его учениками, поскольку вклад его в развитие онкологии трудно переоценить. Ну, а мое сообщение, как вы уже поняли, будет касаться, в общем-то, довольно узкой темы. Это и узкая, и широкая одновременно, наверное, это возможности индивидуализации лечения рака молочной железы. Но, такой, несколько исторических слайдов, вообще рак молочной железы известен очень давно. И вот, как пишут историки, в известных папирусах Эдвина Смита уже имелись упоминания о случаях рака молочной железы. Это такие варианты с изъязвлением, которые в то время прижигались, лечились прижиганием, но, тем не менее, вот этот документ гласит о том, что рак молочной железы тогда, ну, равно, как и, наверное, сейчас, был неизлечим, во всяком случае, на диссеминированной стадии. И неизбежно приводил к смерти. Ну, в дальнейшем, наверное, прогресс начался где-то со второй половины 17 века, 17-18, нынешнее время, когда были подробно описаны работы кровеносной лимфатической системы организма. Пришла в голову идея о том, что опухоль, возникнув в молочной железе, распространяется дальше по лимфатическим узлам. Далее предложены были различные варианты хирургических вмешательств, в том числе предложено было удалять не только пораженный орган, но и региональные лимфатические узлы. Эти операции вам всем хорошо известны. Фактически два варианта сегодня используются – это радикальная мастектомия, которая все меньше и меньше в нашей практике встречается в силу того, что ее заменяют органосохраняющие операции. Это стало особенно возможным с внедрением эффективной лекарственной терапии. Но, однако, давайте посмотрим, всем ли всегда нужно выполнять, например, однотипные хирургические вмешательства и, возможно, какие-то колебания в хирургическом подходе к лечению рака молочной железы. Но вот этот слайд просто демонстрирует наглядно, что в свое время было показано, что органосохраняющее лечение, если оно сочетается с лучевой терапией, оно приводит к таким же результатам, как и удаление органа целиком. Это известная работа Умберто Веронези. Ну вот посмотрим на наследственный рак молочной железы. И сегодня уже много, так сказать, сообщений касалось этой проблемы. Но это небольшая группа больных, менее 10% всех случаев рака молочной железы. И сегодня хорошо известно, что этот рак в основном ассоциируется с ранним возрастом. При мутации BRCA1-2 риск развития рака молочной железы до 50 лет, вы видите, составляет 33-50%. При 2% без мутации этого гена. И мутация гена говорит о том, что женщина находится в группе риска. И профилактическая мастектомия, это мастектомия здоровой железы, которая еще не поражена болезнью, пока на сегодняшний день является единственным способом профилактики возникновения рака в этой молочной железе. Ну вот эти слайды, два следующих слайда демонстрируют в цифровом значении риски, которые возникают и в той молочной железе, которая уже оперирована по поводу рака молочной железы в различных возрастных группах, и в здоровой железе. И вот результаты наблюдения, 20-летнего наблюдения за больными, которые подверглись различным вариантам хирургического лечения. Вы видите, что, ну, во всяком случае, вот два верхних графика говорят о том, что риск смерти после диагноза рака молочной железы среди пациенток с мутацией берсей значительно выше в том случае, если выполняется радикальная мастектомия, а не органосохраняющая операция, которая оставляет ткань, в которой может возникнуть опухоль. А нижний слайд демонстрирует, что пациентке, которым была выполнена профилактическая мастектомия, то есть удаление здоровой молочной железы, также выигрывают при длительном наблюдении по сравнению с теми пациентками, которые не оперировались в таком объеме. Таким образом, вот выделяется узкая категория пациенток, у которых лечение хирургическое должно быть более агрессивным, чем, например, в популяции в целом. Но, может быть, можно выделить группу больных, у которых, ну, боюсь произнести это слово вслух, но, тем не менее, у которых вообще можно отказаться от хирургического вмешательства. Оказывается, и такая группа есть. Вот здесь представлены основные результаты исследования с участием 153 больных зрелого возраста, более 70 лет, с высоко гормонозависимыми опухолями, отсутствием клинически определяемых метастазов в подмышечных лимфоузлах и размеры опухоли не превышали 5 сантиметров. Медиана времени наблюдения за пациентками составила 78 месяцев. И эти пациентки не подвергались хирургическому лечению. В контрольной группе они получали тамоксифен в исследуемой группе, а в контрольной группе было стандартное лечение, мастектомия и тамоксифен. Конечно, по частоте местных рецидивов по понятным причинам выиграла группа больных, у которых опухоль была удалена. Однако посмотрите на специфическую выживаемость, это последняя строка, 86% среди больных, которые получали тамоксифен и 87% среди больных, у которых была удалена железа и которые также потом получали тамоксифен. Таким образом, возможно выделить узкую группу пациенток, у которых безболезненно для их жизни можно обойтись без травматического хирургического вмешательства. Вопрос, который нас волновал тоже, и много было вопросов и сообщений на разнообразных конференциях. Есть ли какое-то место хирургическому лечению, я имею в виду удалению первичного очага при метастатическом раке молочной железы? Действительно, вопрос кажется совершенно очевидным, зачем удалять орган с первичным опухолевым очагом, если метастазы уже расселись по всему организму. Но оказалось это не так. И вот исследование, которое было доложено некоторое время назад в Сан-Антонио, говорит о том, что пациенты, у которых имеется изолированный солитарный костный очаг, выигрывают, если удаляется первичная опухоль. На этом слайде вы видите основные результаты этого исследования. И это также может быть не очень большая группа больных, но тем не менее это важно знать и помнить при лечении метастатического рака молочной железы. То же самое можно сказать и об индивидуализации лучевой терапии. Это опять та же примерно категория больных, у которых возможен отказ от хирургического лечения. Примерно сопоставимы показатели возрастная группа пациенток с небольшой распространенностью опухолевого процесса, высоко гормонозависимыми опухолями. Мы только что говорили в самом начале лекции, я упоминала о том, что органы, сохраняющие операции, обязательно должны сопровождаться лучевой терапией. Однако вот это исследование говорит, что вот в этой благоприятной когорте пациенток, прогностически благоприятной, возможен отказ от лучевой терапии. Вы видите, что нижние кривые и вот эта кривая практически не расходятся, говоря о том, что лучевая терапия у этих пациенток фактически не приводит к выигрышу в безрецидивной общей выживаемости. Таким образом, мы сегодня, базируясь на этих данных, можем индивидуально подходить к локальному лечению, хирургическому и лучевому у пациенток раком молочной железы. Ну, конечно, наибольшая раздолье для индивидуализации сегодня представляет лекарственная терапия, поскольку бесконечное множество мишеней, бесконечное множество препаратов. Но, так или иначе, если мы будем говорить о непосредственной клинической практике, мы должны констатировать, что все-таки мы по-прежнему отталкиваемся от рецепторов эстрогенов и от такого рецептора, как рецептор эпидермального человеческого фактора роста 2. В какой-то степени мы ориентируемся на КИ-67, на топоизомиразу 2-альфа. Мы можем учитывать генетический дефект, который приводит к дефициту фермента ЦИП-2Д6, принимающего участие в метаболизме томоксифена. Но все эти маркеры не нашли отражения в клинических рекомендациях. На сегодняшний день мы о них знаем, но в повседневной жизни, как правило, не используем. Между тем, мне кажется, что мы можем в каких-то ситуациях отталкиваться от этих маркеров. И вот в этом смысле мне очень нравится все-таки вот эта идея оценки изменения показателей КИ-67. Сегодня уже неоднократно упоминалось это исследование. Ну вот смотрите, очень простая ситуация. Ранний рак молочной железы. Вы, ну, не знаю, как в ваших клиниках мы стараемся все-таки, даже больных первично операбельным раком молочной железы, стараемся делать корпиопсию до всех видов лечения и планируем лечение, уже зная рецепторный статус. И, например, это гормонозависимая, высоко гормонозависимая опухоль. И неважно, что пациентка будет оперирована на первом этапе, ей можно назначить на короткий срок, две недели, например, тот или иной вариант гормонотерапии, соответственно, ее функции ее яичников. И пока она будет готовиться к операции, она будет получать лечение, направленное на эти рецепторы эстрогенов прогестерона. И после операции мы можем в удаленном материале определить все показатели, включая рецепторы эстрогенов прогестерона и КИ-67. И вот в этом исследовании, в котором был такой дизайн, как проведение короткого курса предоперационной гормонотерапии, было показано, что на безрецидивную выживаемость влияли исходный размер опухоли, а вот два других показателя при многофакторном анализе влияли только те показатели, которые были оценены в послеоперационном материале. То есть значительное снижение КИ-67 в данном случае ассоциировалось с более высокими отдаленными результатами. Поэтому вот эта информация может помочь вам в послеоперационном периоде принять более грамотное решение при планировании, например, адювантной терапии, ограничиться одной гормонотерапией, если КИ-67 упал довольно выраженно, или все-таки отдать предпочтение включению в план адювантной терапии еще и цитотоксического компонента. Ну вот я уже коротко коснулась топоизомеразы 2-альфа. Вот мне кажется, очень красивые кривые. Посмотрите, это исследование посвящено адювантной химиотерапии. И больные здесь разбиты по принципу наличия или отсутствия амплификации или делеции в гене топоизомеразы 2-альфа. И вы видите, что там, где имелась амплификация или делеция этого фермента, для больных было принципиально, получают они антрациклин, содержащий режим СЕФ, или безантрациклиновый режим СЕМЕФ. А вот у тех больных, у которых амплификации не было, абсолютно результаты лечения отдаленной не отличаются в зависимости от выбранного режима химиотерапии. Ну и еще одна работа, которая также, на мой взгляд, показывает довольно наглядное значение оценки этого маркера. Это исследование BCRG-006. Основная цель этого исследования была все-таки в оценке роли герцептина, потому что это исследование проводилось при участии больных с гиперэкспрессией HER2. Ну вот посмотрите на этот слайд. Среди всей популяции больных была выделена группа пациенток, они составили 35%, у которых была коамплификация. HER2 и топоизомиразы 2 альфа. И вот результаты лечения этих больных. Левая часть слайда посвящена пациенткам, у которых не было выявлено коамплификации топоизомиразы 2 альфа. И вы видите, вот два антрациклиновых режима, желтые и синие кривые нас интересуют. Вы видите, что различие между этими группами весьма значительное. А вот в группе больных с коамплификацией топоизомиразы 2 альфа практически результаты 85% и 83% не различаются. Я хочу обратить ваше внимание, что желтая кривая – это была референсная группа больных, которая в этом исследовании получала доксорубицин, циклофосфан и токсаны. Токсаны, голубая кривая – это режим АС, токсаны и герцептин. То есть получается, что в этой группе больных было не столь принципиальным назначение герцептина. Таким образом, вот этот несложный, как мне говорят все морфологи, анализ может тоже нам помочь выделить определенную группу больных, у которых, может быть, можно безболезненно отказаться от антрациклинов. Ну, говоря о лекарственной терапии, мы сегодня должны упомянуть, конечно, два новых препарата, которые сегодня уже стали в России доступны, зарегистрированы. Это пертузумаб, ингибитор демеризации рецепторов HER2 и HER1, 3 и 4. И хочу обратить ваше внимание на то, что прибавка выживаемости составила в этом исследовании при добавлении пертузумаба к стандартным комбинациям тертузумаба и токсала более года. Это метастатические больные, первая линия. Мне кажется, это значимое достижение современной лекарственной терапии. Вот этот препарат, просто мне очень нравится эта идея. Наверное, вы уже, так сказать, все это хорошо знаете. Идея самого препарата заключающаяся в том, что цитотоксический препарат, соединенный с моноклональным антителом, доставляется адресно в те клетки, которые содержат вот эти рецепторы. Ну и результаты исследования Эмилия, которые тоже вам хорошо известны, с помощью нового препарата прибавка в общей продолжительности жизни составила почти полгода. Сегодня уже также звучала информация относительно эксклюзивной эффективности производных платины при БРС ассоциированном и тройном негативном раке молочной железы. Вот этот слайд демонстрирует то, что все-таки преимущества платины в основном сконцентрированы в подгруппе больных БРС ассоциированным раком. Посмотрите, как значимо возрастает здесь частота полных морфологических регрессий. Вот разные исследования. Правда, группы больных здесь небольшие, но тем не менее, результаты эти, мне кажется, значимы и наглядны. И возвращаясь к вопросу индивидуализации, все-таки чем больше я слушаю разнообразных докладов и чем больше читаю литературу, тем больше скепсис у меня, честно говоря, развивается. Ну, смотрите, вот я пыталась уже сегодня, было чудесное сообщение Ведора Моисеенко, который рассказал об очень точных, так сказать, возможностях очень точных генетических исследований, но, правда, пока которые не имеют выхода большого в клинику, как мне кажется. И вот сама идея того, что мы стараемся максимально индивидуализировать лечение, подобрать его практически под конкретную какую-то мутацию, это ведет к созданию большого количества препаратов, к колоссальным затратам. Вы хорошо знаете, сколько стоят нынешние таргетные препараты, и мне кажется, что в силу этого они становятся малодоступными, и мы не можем оценить их истинный вклад в популяции, всей популяции больных, скажем, ну, например, ракомолочной железы. И я попыталась все-таки подумать, почему же таргетная терапия, собственно, пока не позволяет уничтожить цель, то есть пока не позволяет для многих очень солидных опухолей. И мы не можем сказать, что мы можем с помощью этого препарата вылечить пациента. Но, во-первых, это хорошо известная пресловутая гетерогенность опухоли, когда в первичной опухоли присутствуют клоны, которые чувствительны совершенно к разным препаратам, которые абсолютно по-разному ведут себя. Кроме того, что мы обычно определяем? Мы обычно определяем рецепторный статус первичной опухоли. Хотя, в общем-то, это не очень правильно, потому что первичная опухоль – это первичная опухоль, но, например, метастатические лимфоузлы подмышечные и тем более отдаленные метастазы, возникшие во внутренних органах, они могут иметь совершенно другую характеристику биологическую. Кроме того, мне кажется, наше понимание вот этих сигнальных путей, оно очень механистично. И если мы рассматриваем какой-то сигнальный путь, то я совершенно уверена, что заблокировав его, мы не исключаем возможности передачи сигнала по каким-то шунтирующим механизмам. Изменчивость опухоли в процессе лечения, она постоянно приспосабливается, она постоянно мутирует, поэтому угнаться за этим процессом я пока не представляю, как мы можем. Ну и так далее, и тому подобное. И вот мне кажется, очень важная мысль, которую я где-то в каких-то статьях подчеркнула, что вообще говоря, не все, ну как это знаете в рекламе, не все йогурты одинаково полезны. Точно так же и не все опухолевые клетки, наверное, одинаково вредны. И, наверное, в первичной опухоли существуют клетки, которые никогда никуда не денутся из первичной опухоли и не представляют угрозу, например, за счет метастазирования. А другие клоны, они быстро метастазируют и распространяются по организму. Но в известном смысле, вот мне кажется, что, может быть, эту проблему поможет решить так называемая жидкостная биопсия, это улавливание обрывков ДНК опухолевых клеток в крови. Чем этот метод хорош? Во-первых, он может позволить составить генный портрет всех опухолевых клеток. А во-вторых, это малоинвазивная процедура, и вы ее можете хоть каждый день делать и следить за ходом лечения, за прогрессированием и так далее и тому подобное. Ну и мне кажется, что очень важный сейчас крен в сторону все-таки иммунологических аспектов, в том числе при раке молочной железы, которая исторически никогда не ассоциировалась и не считалась опухолью с какими-то иммуногенными свойствами. Но, тем не менее, это сейчас происходит, и мне кажется, это очень правильно. В этом смысле, опять же, то, что мы можем сегодня в какой-то степени использовать на практике, это оценку инфильтрирующих опухолевых лимфоцитов, потому что больше всего меня прельщает то, что этот метод совершенно не требует никаких капиталовложений, но, тем не менее, есть много работ, которые говорят о том, что выраженная инфильтрация лимфоцитами ассоциируется и с эффектом лечения, и с эффективностью различных препаратов. Ну и в заключение я хочу сказать, что, конечно, вот эта дорога, наверное, она еще, так сказать, долгая, и в конце мы все равно будем видеть знаки вопроса, но думаю, что это наш путь, и мы должны по нему идти. Спасибо. Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok